Я думаю, что сегодня болельщики и все специалисты увидели неплохой футбольный спектакль, который включал в себя все. И подарки шинника, и волевые мячи, которые мы отыгрывали, и грозу, ливень, паузу. И мне кажется, неплохой футбол в исполнении обеих команд. Пожалуйста, вопрос. Кому больше на руку была непогода? Трудно сказать. Тренер всегда успевает что-то во время этой непогоды. Донести какие-то коррективы. Мы проигрывали. Мы проигрывали к этой минуте. Конечно, наверное, нам точно не было на руку. Потому что после пропущенного мяча мы горели желанием как можно быстрее отыграться. Но пауза есть пауза. Хорошо, что ребята после этой паузы что-то услышали, что-то сами поняли и смогли переломить ход игры. Сегодня ваша команда, наверное, показала по сравнению с факелом барселонский процент владения мячом. И тем не менее 2-2-2. Вот как? В чем причина? Мы всегда договариваемся. Шинник должен играть так. Сами играем, сопернику не даем. Вот это сопернику не даем. Отчасти получилось. Мы знали, что факел команда, которая очень неплохо владеет мячом. Хороший короткий средний пас. Выход от своих ворот именно через комбинационную игру. Поэтому старались их этого лишить. Но вот эти два ляпа, которые мы допустили в начале игры со стандартного положения саута. И затем, когда владели мячом, потеряли его, не смогли быстро разобраться. Они, конечно, наложили на отпечаток, на ход игры. Я думаю, не сделаем мы эти подарки. Мы были бы сегодня ближе к победе. Но это футбол. Около трех месяцев назад вы здесь же находились. Тогда ваша команда проиграла. Сегодня вы играли совершенно с другой командой. И самое интересное, мы совершенно другие. В нашем составе сегодня играли те, кто участвовал в игре трехмесячной давности в Воронеже. Я скажу, Яшин, Ятченко, Чистяков. Три игрока. У вас два. Три-два в нашу пользу. У вас стоит задача за стыки, потому что какая-то такая информация на эту тему была? Ну, руководство поторопилось и озвучило такую задачу. Наша задача под козырек и выполнять. Еще будут вопросы? Спасибо большое, Александр Михайлович. Спасибо. Хочу добавить каждый раз, что играть в Воронеже независимо проиграл, выиграл. Очень интересно, приятная футбольная атмосфера. Я доброжелательный, поддерживающий болельщик. И, в общем-то, в Воронеже всегда играешь с командой, встречаешься с командой, которая проповедует практически те же принципы, что и Шинник. Играть в футбол. Но в такую погоду высловно. Сложно. Ну, первое, что хотел сказать всех вас, всех наших болельщиков, поздравляю с началом нового чемпионата. В Воронеже открывали мы его в Астрахани. Теперь в домашней игре всех поздравляю. Это то, что касаемо самой игры, с моей точки зрения, игра до последних минут держала и зрителей, и команды, и всех в напряжении. Такая хорошая, хорошая боевая ничья. Боевая ничья. Где-то по ходу второго тайма Шинник владел территориальным преимуществом. Объяснение одно. Все связано с тем, что у них более опытная, более сыгранная команда. И контролировали они эту игру. Да, немножко такой осадок оставило то, что мы два раза ввели в счете. И, к сожалению, не смогли удержать. Для нас очень важна была в этой ситуации победа. Но я считаю, что результат, ничейный результат, он вкопилку, это очко. И благодарен ребятам за проявленный, скажем так, характер, желание, огромное желание показать себя перед нашими зрителями. Прекрасно понимаю, что шероховатостей много в игре. Но это вопрос времени. С учетом той ситуации, в которой мы оказались после окончания прошлого сезона. Я считаю, что и результат Вастаха, и здесь ребята достойно сыграли. Согласитесь, что сегодня без доли везения не обошлось. Потому что, объективно говоря, факел на два забитых мяча не наиграл. То есть, с течения обстоятельств, которые получились в какой-то момент. Я, конечно же, соглашусь с вами, но в принципе, весь футбол состоит из везения, из доли везения. Да, есть исполнительское мастерство, а есть доля везения. То же самое я могу сказать и о голах, забитых в наш ворота. Доля везения. Яченко, совершенно у него не получился удар, кикс, да, и с площади ворот подставляет ногу, забивает мяч. Но я с вами в какой-то степени не соглашусь. Второй мяч у нас забит был, без доли везения. Второй мяч мы в классической быстрой атаке, трехходовка и вскрыли оборону. Но очень приятно это было, и добротный гол мы забили второй мяч. А так, доля везения, да, она всегда присутствует. Да, много было и прострелов, и киксов в наших ворот, да, в наших ворот. Ну, потому что так объективно второй тайм они нас поддавили, Женик, за счет боли, ну, сыгранности своей. Опытная команда, хорошая команда, которая, я считаю, что она реально будет бороться за... Высокие места за стыковые, как минимум. Вот, извините, что такое стандартный проходной вопрос, с примерно понятным ответом. В каких компонентах, в первую очередь, команде прибавлять нужно? Ну, наверное, во всех, так, если говорить. Но, вот, первое, это не хватает пока взаимопонимания на поле. У нас очень много потерь, ну, совершенно, ну, скажем так, на разных языках пока немножко ребята разговаривают. На футбольном языке, я имею в виду, да. Где-то передача в недодачу идет, а мы открываемся за спину. Где-то наоборот нужно сыграть. Такие нюансы в этом требуют времени, потому что мы практически, практически с листа играем. Практически. И все это будет приходить по ходу турнира. Все главное то, что, как бы там ни было, но в двух играх мы набираем очки. Это самое главное на сегодняшний день. Все. А вопрос сыгранности, вопрос времени. До конца, до заявочной кампании какие-то усиления, какие-то позиции будут? Ну, в принципе, в принципе, у нас уже, я считаю, что команда укомплектована. Но есть определенный штат на расписании, есть бюджет клуба. Команда укомплектована. Усиление игры, да, усиление игры за счет внутренних резервов. Возьмем так, у нас вчера заявили только, я считаю, квалифицированного форварда Сашу Алхазову. Почему он не попал, кстати? Он пока не готов, он месяц не готовился. После окончания контракта в Мордовии он остался, скажем так, вне команды, индивидуально тренировался. Но индивидуально месяц, это большой срок, да, и не готов он. Совершенно не готов. Я думаю, что в ближайшем он достаточно квалифицированный игрок и на тренировках. Класс его чувствуется, да, пока там не хватает скорости, там не хватает кондиций физических. Сейчас наберет он. Надеюсь, что за этот микроцикл уже он должен подтянуться. И надеюсь на то, что он уже в заявке будет. Ваня Лукьянов вышел, я считаю, что тоже он сможет нашу игру усилить. Долго лечился травмой кровноженной мышцы сегодня. И пользуясь случаем, хочу поздравить. В очередной раз уже мы его поздравляли. У Вани накануне вчера родился сын. Сын, с чем я поздравляю от себя, от команды, от руководства клуба. Ваня усилит команду, действие может и обязан усилить. Сейчас уже начнет вот этот микроцикл в общей группе тренироваться. Леша Курилов, опытный защитник. Все. Я считаю, что три хороших, которые смогут усилить нашу игру. То есть, скорее всего, новичков не могут. То, что касаемо я, да, да. Так, в принципе, у нас все линии укомплектованы. Ну, как бы, любому тренеру хочется что-то лучшее. Но я считаю, те ребята, которые пришли с огромным желанием, с каким-то определенным потенциалом. И наша задача раскрыть этот потенциал. И создать хорошую команду. Редактор субтитров А.Семкин